Шалом! Мессия Ишуа умер накануне праздника Песох и на третий день воскрес. После этого он на протяжении 40 дней являлся своим ученикам, беседуя с ними о Царстве Божьем, а затем вознесся на небо. Его последние слова перед этим вознесением были такие. «Когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу и станете моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до самых пределов земли». В сегодняшней программе о празднике Шивот мы поговорим о силе, которую упоминает здесь Ешуа. Очевидно, сила понадобится ученикам для того, чтобы быть его свидетелями. Но почему эта сила необходима? Она всегда была необходима Израилю для того, чтобы быть свидетелем о Боге? Или это нечто новое, отличительный элемент мессианской эры? И есть ли какое-то, может быть, стандартное проявление этой силы, по которому можно судить о том, что верующий получил ее? Например, дар говорения на иных языках, который упоминается в книге Деяний апостолов. Свидетельство Израиля состоит в том, что он живет по заповедям Тары. Тогда другие народы, наблюдая за Израилем, живущим таким образом, соблюдающим Божьи заповеди, и сравнивая его законы со своими, они почувствуют разницу. И по завету заключенному на Синае Господь Бог пообещал своему народу благословение, если его народ будет жить в послушании его голосу, то есть словам, которые он говорит Израилю через своих пророков, первым из которых, конечно, является Моисей. 28 глава книги Дворим, книги Второзакония описывает различные грани этого благословения, и одна из них — это доминирующее положение среди других народов. «Поставит тебя Господь народом святым своим, как он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего, и будешь ходить путями Его, и увидит все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя». Другими словами, Израиль будет пользоваться уважением тех, кому он свидетельствует о Боге, то есть перед кем он живет по заповедям Божьим. Они будут понимать, что с этим народом лучше не связываться. Почему? Потому что другое обетование Божье своему народу гласит. «При условию послушания поразит перед тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя». То есть Израиль будет мощной державой, с которой нужно будет считаться всерьез. Доминирование это будет также проявляться и в экономической сфере, потому что написано, что будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Таким образом, по Синайскому завету получается, что если Израиль слушается Господа Бога своего и свидетельствует о нем другим народам, живя по заповедям Туры, то он в выгодном положении, он голова, а не хвост, и он только на высоте. Сила, которая есть у Израиля в этой ситуации, это сила военная, экономическая и политическая. Она дана не каждому еврею в отдельности, она дана всему народу в целом. И она дана также не для свидетельства о Боге, а в награду за это свидетельство, за послушание заповедям. Библейской моделью такого Израиля в Танах является царство царя Шломо, или Соломона, сына царя Давида. А что мы имеем с вами в Новом Завете? Теперь давайте посмотрим. А в Новом Завете все наоборот, как это ни странно. Сила дается, как мы сейчас прочитали стихи из книги Деяний, сила дается для свидетельства о воскресшем Ишуа. Дается она не всему народу Израиля, как народу, корпоративно так сказать. Она дается лишь части народа, в этом смысле она дается тоже некому корпоративу, она дается мессианскому Израилю, состоящему из отдельных людей, каждый из которых верит в Ишуа, как в Мессию. В награду за свое свидетельство о воскресшем Ишуа мессианскому Израилю при этом вовсе не обещано какое бы то ни было доминирование в материальном мире, во всяком случае оно не обещано здесь и сейчас. Более того, если говорить вот о том, что происходит в земной жизни мессианского Израиля здесь и сейчас, то обещана только оппозиция и преследование. Если меня гнали, говорит Ишуа, будут гнать и вас. Самого Ишуа гнали, давайте зададим этот вопрос, конечно, вполне это известно нам. Так что будут учеников Ишуа гнать или нет, это даже не вопрос. Вопрос лишь в том, кто это будет делать, когда и в какой форме. Раф Шауль пишет так. Каждый, кто хочет вести благочестивую жизнь в союзе с мессией Ишуа подвергнется гонениям. Никто из нас об этом не хочет ни слышать, ни читать, ни думать, но наше желание или нежелание совершенно не отменяет ни этих слов Священного Писания, ни той реальности, с которой сегодня сталкиваются наши братья и сестры по вере, как в мусульманских странах, так и в странах так называемого постхристианского Запада. Сила, которую обещал Ишуа своим ученикам, это неспособность проповедовать верующим и неспособность учить других верующих. Я имею в виду именно те конкретные стихи, с которых мы начали нашу программу. Сила, которую он обещал им, это способность быть его свидетелем перед лицом оппозиции. И не просто оппозиции, а даже перед лицом жесткой оппозиции. Это способность не просто сказать, я верю в Ишуа, а сказать это смело, громко, без тени стыда и глядя прямо в глаза тем самым людям, которые, мягко говоря, очень хотят, чтобы ты замолчал. Раф Шауль в письме к своему ученику Тимофею называет это добрым исповеданием и приводит в пример самого Ишуа, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. Как Ишуа вел себя перед Пилатом? Пилат задал ему следующий вопрос, ты ли царь евреев? Он отвечал ему, твои слова. То есть Ишуа не отрекся от того, что думал и говорил о себе раньше. Он кстати, на допросе в Синедрюне он говорил о себе даже более открыто. Когда первосвященник спросил его, ты ли мессия, сын Божий? Ишу ответил, твои слова. Но говорю тебе, что однажды ты увидишь сына человеческого, сидящего по правую руку Агвура и идущего на облаках небесных. Первая часть его ответа, твои слова, уже вполне хватило бы на обвинение в лжепророчестве. Потому что по сути он сказал тем самым, да, я мессия, тот самый потомок Давида, который будет царствовать над Израилем из Иерусалима. По представлению Каяфы, настоящий мессия не смог бы допустить собственного ареста и допроса. А значит Ишуа выдает себя за того, кем он не является. Отсюда легитимное с точки зрения Синедрена обвинение в лжепророчестве. Однако вторая часть его ответа означала, что он считает себя не просто потомком царя Давида, а божественной фигурой. А притязание на божественность — это уже другая статья Уголовного кодекса. Это уже не лжепророчество, а богохульство. Ишуа прекрасно понимал, что его обвинят и приговорят к смерти. И первой части этого ответа было для этого вполне достаточно. Но он до самого конца полностью оставался самим собой и во весь голос, не удерживаясь, не извиняясь и не оправдываясь, заявлял о том, кто он такой. Вот почему он также произнес и вторую свою фразу. Это был не просто ответ на вопрос, это был вызов. Это говорил человек, имеющий духовную власть, хотя с чисто естественной точки зрения власти у него на тот момент было ровно ноль. Потому что он был арестован, подвергался унижениям, избиениям и допросу. И точно так же вели себя перед лицом оппозиции первые ученики Ишуа. Четвертая глава книги «Деяния апостолов» рассказывает о том, как их допрашивает Синедрион после того, как Бог их руками совершил чудо исцеления Хромова. После чего апостолы учили людей о воскресении мертвых и свидетельствовали им о воскресшем Ишуа. Члены Синедриона спрашивают их об исцелении больного. Какой силой и чьим именем вы это сделали? Тогда Кефа, исполненный Роаха Кодеш, то есть Святого Духа, сказал «Правители и старейшины народа, если нас сегодня допрашивают в связи с добрым делом, совершенным для искалеченного человека, если вы хотите знать, как он исцелился, то да будет известно вам и всему народу Израиля, что именем Мессии Ишуа из Нацерета, которого вы казнили на стойке, как преступника, но которого Бог воскресил из мертвых, этот человек, стоящий перед вами, был полностью исцелен. Этот Ишуа – камень, отвергнутый вами, строителями, который стал креугольным камнем. Ни в ком другом нет спасения, так как нет другого имени под небесами данного людям, которым мы должны спастись». В его словах здесь нет ни намека на самооправдание, какое-то стеснение или конфуз. Вначале он с явной иронией говорит «Нас сегодня допрашивают в связи с добрым делом». Другими словами, что это за суд, который допрашивает нас не за убийство или за кражу со взломом, а за исцеление больного человека. Дальше он прямо отвечает на вопрос, не уходя от очень неприятного Синедриона факта о том, что это они, члены Синедриона, приняли решение о казни Ишуа, а наоборот заостряя внимание на этом факте. Опять-таки, хотя чисто физически власть над апостолами находится у Синедриона, они арестованы, они допрашиваются в Синедрионе. Реальная власть, духовная власть в этой ситуации именно у апостолов. При всем уважении к Синедриону, они остаются верными своему мессии и смело говорят то, что считают нужным говорить. Именно они здесь на высоте, и именно они здесь являются головой, они хвостом. Насколько такое смелое и бескомпромиссное поведение необходимо? Можно задать такой вопрос. Нельзя ли быть верующим без таких крайностей? Может быть, иногда можно просто промолчать, то есть сказать полуправду. Я не утверждаю, что нам нужно кричать о своей вере на каждом углу. Ишуа не вел себя так, он знал, когда молчать и когда говорить. Но когда он молчал, он молчал не от страха за собственную шкуру и не от стыда за свои поступки. Это первое. Второе. Он сказал всем нам следующее. Если кто-либо стыдится меня или того, что я говорю в этом прелюбодейном и грешном поколении, Сын Человеческий также постыдится его, когда придет в славе своего Отца, Со святыми ангелами. Может быть, эти слова не вписываются в вашу теологию? Вас научили, что Бог принимает нас такими, какие мы есть, не ожидая ничего взамен. Тогда послушайте еще пару высказываний Ишуа на эту тему. Кто признает меня в присутствии других, того признаю я в присутствии моего Отца на небесах. Но от всякого, кто отказывается от меня перед другими, откажусь я перед Отцом моим небесным. Обратите внимание, здесь сказано просто о других людях. Совсем не обязательно о других верующих людях. Очень легко говорить о своей вере в компании верующих. А как насчет неверующих? Вот зачем нужна сила Святого Духа. Вот почему в 8 и 19 главах Деяний Апостолов мы читаем о том, что и иерусалимские апостолы, и Рав Шауль, то есть апостол Павел, услышав о том, что кто-то уверовал в Ишуа, молятся за этих людей, чтобы они сделали следующий шаг, приняли Святого Духа. Вера сердца это необходимо, но недостаточно. Слово Божье необходимо, потому что вера приходит от слышания слов Божьих, от слышания слов Священного Писания. Но одного лишь Писания недостаточно. Нужна также сила жить по этому Писанию, поступать так, как оно учит нас. В том числе сила смело заявить о своей вере перед лицом оппозиции, когда это необходимо. И для меня единственным подлинным свидетельством наличия такой силы является именно это, поведение верующего перед лицом оппозиции, то есть в присутствии тех, кто настроен против его веры. Не иные языки и не пророчества, а только одно, способен ли я оставаться самим собой и спокойно, но твердо и без всякого стыда заявить о своей вере, когда это необходимо и чисто по-человечески не предвещает мне лично ничего хорошего. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis.media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова